В эфире телекомпании «Круг новостей» с обзором наиболее интересных событий. К этому часу журналист информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. По делу о строительстве жилого комплекса на месте теннисных кортов будут судить инженера-землеустроителя и регистратора государственного кадастра. Бойцы охраны Геннадия Труханова, муниципальные стражи, ответят по уголовной статье за нарушение прав журналистов. Прокуратура начала расследование. В приграничных регионах Украины продолжаются масштабные командно-штабные учения «Метель-2022». По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезни МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболел 901 одессит. По данным, на 17 февраля в больницах Одесса находится 435 пациентов. Из них 310 в тяжелом состоянии. На лечении в городской клиническом инфекционной больнице перебывают 198 пациентов. Из них 19 человек в состоянии средней тяжести. 179 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 9 человек на ИВЛ. В городской больнице номер 5 проходит лечение 41 пациент. В городской больнице номер 1 – 32 пациента. В 10-й больнице 64 человека. В городской больнице номер 8 – 33 пациента. В детской городской больнице номер 3 – 57 детей. За последние сутки зарегистрированы 32 новых случая COVID-19 у детей. 17 девочек и 15 мальчиков находятся на амбутном лечении. В центре Одессы из памятника архитектуры обрушилась часть фасада. Камни чуть не задели прохожую, сообщает сайт Думская.нет. На Нежинской 56 обвалился фрагмент фасадного декора. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. В момент обрушения мимо дома шла женщина, которая чудом не попала под падающие камни. Отметим, здание 1875 года постройки признано памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Дело о строительстве жилого комплекса на месте теннисных кортов возле парка Шевченко передано в суд. За подделку документов для застройщика к уголовной ответственности привлекли инженера-землеустроителя и регистратора государственного кадастра. Судебный процесс по поводу строительства на месте теннисных кортов по Лидерсовскому бульвару начнется с явным опозданием. Конфликт тянется уже полтора года. Компании «Спортсервис» и «Лидерпарк» собираются построить на месте теннисных кортов шесть семиэтажных корпусов на 216 квартир с коммерческими помещениями и подземным паркингом. На сайте застройщика «Одесса-Буд» уже предлагают купить квартиры в жилом комплексе. Строительство намечено закончить через два года. Градостроительные условия ограничения на разработку плана территории двух участков номер 7 и 9 по Лидерсовскому бульвару получены для строительства гостиницы с Центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом предоставления первой медицинской помощи и реабилитационным центром. Новые дома закроют солнце в квартирах уже существующих и с ухудшением условий жизни снизится их стоимость. А поскольку пользование подземным паркингом дорого, машины будут оставлять во дворе или на улице. Уже сейчас здесь не всегда есть место для парковки. Первую акцию протеста местные жители и общественники провели еще в августе 2020 года. Пока есть только градусловия и ограничения, но надо отдать должное, что их выдали городские власти, по сути дела. Поэтому какие-либо заявления со стороны городских властей о том, что мы не знали, мы не видели, это недоработки, скажем, законодательства Украины, Киев разрешил и так далее, они абсолютно не соответствуют действительности, потому что градусловия и ограничения непосредственно подписаны городским чиновникам. Я считаю, что строительство здесь высотного очередного дома под названием гостиницы, я считаю, что это преступление. Здесь по зонингу зона Г4, это означает, что можно здесь сделать спортивные и культурные учреждения, строения и так далее, комплексы. А по второй части зонинга объект Г5 может выступать как заведение медицинского характера, ну, в крайнем случае, санаторного характера, какие-то магазины, может быть, да, есть продажа уже на сайте, квартира здесь в полном ходе месяц идет. И мало того, ну, при чем здесь подменять одно? Вы гостиницу строите, потом искать, что это апартаменты, а потом переделать, что это жилые дома. Застройщики под покровительством городской власти работы начали. Остановить их нужно и можно было сразу же. Потом это сделать уже сложно. А тем более и снести готовое здание, даже если оно построено незаконно. По сообщению областной прокуратуры, инженера землеустроителя и регистратора государственного кадастра обвиняют в пособничестве о мошенническом приобретении права на землю, фальсификации документов и несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах. Инженер-землеустроитель внес в техническую документацию ложные сведения о целевом назначении участка и ограничении на его использование. Государственный кадастровый регистратор без разрешения Одесского городского совета изменил целевое назначение участка в земельном кадастре. Обвиняемые могут получить от 5 до 12 лет заключение с конфискацией имущества. Киевский районный суд Одессы еще в сентябре прошлого года наложил арест на недостроенный объект и запретил самовольное проведение работ. Бойцы гвардии Геннадия Труханова, муниципальные стражи ответят за свои действия по статье о препятствии журналистской деятельности. После обращения сотрудников телекомпании «Седьмой канал» Приморская окружная прокуратура начала уголовное производство. 2 февраля корреспондент и оператор телекомпании «Седьмой канал» пришли в здание Одесского городского совета для съемок репортажа о приеме граждан первым заместителем городского уголовья Михаилом Кучаком. Их встретила охрана мэра. Бойцами руководил лично заместитель директора коммунального учреждения «Муниципальная стража» Евгений Мирошниченко. Я думаю, мы вас забыли. Запустим вас. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь. Подождите несколько минут. Иди по руку вы. Если вам, я думаю, подождите. После предъявления журналистского удостоверения охрана обязана пропустить работников средств массовой информации сразу, а не когда ей захочется. Тем более, что съемочную аппаратуру нужно подготовить к работе до начала мероприятия. Еще более нагло вела себя также охрана по отношению к сотрудникам «Седьмого канала» в день заседания земельной депутатской комиссии. Так я надаю вам посвящение журналисту «Седьмого канала». Я надаю вам посвящение журналиста «Седьмого канала». Откриваю официальный портал «ДИА», показываю вам COVID-сертификат и показываю загордонный паспорт. Вот здесь посвящение фотографии. Чтобы подтвердить вашу вакцинацию, який документ должен быть. И я это не считаю. Заместитель командира муниципальной стражи гражданина Мирошниченко потом пытался оправдаться. Свои доводы ему теперь придется ислагать следователю Приморской прокуратуры в протоколе допроса по уголовному производству. Реконструкция одесского привоза, в результате которой должен появиться большой паркинг, началась. Там, где были рыбные ряды, уже снесли старые магазины и контейнеры. А торговцев переместили в открытую часть овощного пассажа. Также убрали все контейнеры и магазины с бытовыми товарами и вещами со стороны новощепного ряда. Теперь там возвышается забор, а часть продавцов переехала на другую сторону рынка. Напомним, на месте рыбного корпуса привоза должна появиться парковка для грузового транспорта. В приграничных регионах Украины продолжаются масштабные командно-штабные учения «Метель-2022», в которых военнослужащие используют новейшие образцы оружия, недавно полученные от союзников. В рамках учений солдаты стреляют из противотанковых ракетных комплексов «Дживелин» и «Лоу». Также в учениях используются американские гранатометы М141. Против условной авиации противника применяются противозенитные ракетные комплексы «Стингер». На полигонах проводятся маневрирования и учебные стрельбы из бронетехники. А с воздуха по неприятелям наносят ракетно-бомбовые удары самолеты и беспилотники. Силы безопасности обороны на практике отрабатывают ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Подразделения производили огневое поражение техники личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях. Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия при осуществлении маневра подразделений и проведении контратак для максимального огневого поражения по условному противнику, сообщили в Генштабе. Также учения с использованием новейшего иностранного вооружения проводятся в прифронтовых районах в зоне ООС. Тренировки военных посетил президент Украины Владимир Зеленский. В рамках объявленной президентом Украины национальной патриотической акции «Дня единения» в воскресенье 20 февраля одесситы проведут еще один марш за сохранение страны. Его организуют патриотические организации города. В это нелегкое время, когда у наших границ накупечивается российская техника, когда угроза вторжения растет, когда западные СМИ пророчат нам разные даты вторжения, Одессе очень важно показать, что она единая, сильная и не боится никакого ни вторжения, ни агрессии, ни тем более войны с Российской Федерацией. В это воскресенье в 12.00 пройдет марш, который покажет не только в России, а и всему миру, что мы едины. Мы не боимся, мы сильны, мы были и всегда будем Украиной. Это воскресенье в 12.00, начало на Соборке. Приглашаем всех неравнодушных одесситов, одесситы никогда не были боязливым народом, приглашаем всех прийти на марш при НАТО и Седунас. Обязательно берите с собой желто-блокотные прапоры, або червоно-черни. Шевроле-Авео вечером на проспекте Небесной Сотни сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу. В подрульной полиции сообщили, что ДТП произошло из-за того, что автомобилист выехал на перекресток на красный сигнал светофора. После столкновения с пешеходом машина продолжила движение и врезалась в четыре припаркованных автомобиля. Пострадавшую девочку госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются. В родильном доме номер 5 на улице Говорова ночью 15 февраля сработала сигнализация в так называемом «окне жизни». Медики моментально среагировали и обнаружили там младенца. Об этом сообщает корреспондент Украинской службы информации. Рядом с малышом были личные вещи и записка от матери. Женщина написала, что мальчик родился 15 января. Ребенок весил 3 килограмма 250 грамм. Для месячного возраста это пограничный вес, но еще не критичный. Персонал по сигналу вскрыл окно жизни и обнаружил в нем хорошего мальчика. Вес 3,250. При мальчике были его личные вещи, если можно их так назвать, и записка, в которой говорилось о том, что мальчик рожден 15 января этого года. О том, что мальчик последний раз получал питание в 20 часов этого же дня и о том, что он не зарегистрирован. Медики отметили, что малыш ухоженный. Никаких гематом и опрелости нет. Скорее всего, ребенок появился на свет в роддоме. Дальнейшую судьбу мальчика будут решать соцработники. Отметим, за время работы окна жизни в пятом роддоме это первый случай. 14 февраля, в День влюбленных, в Одесской национальной научной библиотеке уже в четвертый раз состоялось яркое мероприятие под названием «Библионич». Так случилось, что в этот день отмечается еще и Всемирный день книгодарения. Поэтому открылась библионич презентации третьей книги воспоминаний известного одесского музыканта, режиссера, продюсера, основателя и художественного руководителя Международного фестиваля конкурса юных талантов «Звездочка» Александра Степанова. Море, кино, музыка и телевидение. В своей новой книге Александр Степанов развивает темы, которые он затрагивал в своих предыдущих произведениях «Мое одесское детство» или «Музыкальные виражи» и фестивали, конкурсы и не только. Это прежде всего Одесса во всем ее неповторимом колорите – талантливые люди, взрослые дети, с которыми автору пришлось встречаться. О роли случая и об успехе в профессии режиссера, а также о забавных и не очень ситуациях, рассказано с юмором и самоиронией. То, что представлено как портреты в третьей книге, портреты и одесских музыкантов, и одесских деятелей, которые принимали участие в проектах «Звездочки» – это главные имена одесской культуры и 20-го, и 21-го века. Мне предстоит вспомнить свое общение с Татьяной Боевой, и это очень интересная страница в моей истории, которая разделилась на два тысячелетия, и общение с музыкантами, которые стали легендами Одессы, Одессы джазовой, Одессы интересной, творческой и неповторимой. В этот раз мероприятие «Библионич», которое уже традиционно проходит в Одесской научной библиотеке, открылось презентацией третьей книги воспоминаний известного одесского музыканта, режиссера, продюсера, основателя и художественного руководителя Международного фестиваля конкурса юных талантов «Звездочка» Александра Степанова. Море, кино, телевидение. «Библионич» – это марафон подій, который происходит уже в четверте в Одессе. Вона уже набула такого розмуху, ця акция, что назовем ее «Великая Одесская библионич», благодаря великой кількости партнеров, которые нас поддерживают в проведении этого захода. И очень приятно и знаково, что первой подъем, которая открывает программу «Великой Одессы библионич» 2020-2022, есть презентация книжки Александра Степанова. Это, наверное, один из показовых примеров поединения. Музыка и литература, натхнение, читание. Все это сегодня для наших гостей благодаря нашей прекрасной творчею атмосфере, которую создадут наши авторы, в частности, Александр Степанов. На презентации состоялся телемост Соединенными Штатами Америки. На связь вышел глава жюри литературно-музыкальной международной премии «Старая пластинка» имени Леонида Утесова. Эдуард Амчиславский, который от имени Союза писателей Северной Америки объявил о награждении Александра Степанова дипломами. Их вручила заведующая отделом искусства Одесской национальной научной библиотеки Татьяна Щурова. Вдохновение презентации придавали и присутствующие в зале научной библиотеки люди, которым небезразлично творчество Александра Степанова. Творчество окрыляющее и вдохновляющее, которое возвращает в годы прошлые, но такие родные и счастливые. Людина, которая творит, она ближе к Богу. Про это идется. И мне очень приятно, что сейчас я находлюсь на заходе от значения особой даты для режиссера, для человека, которая стала основником, художником многолетнего конкурса «Звездочка», который любит не только в нашей стране, но и в многих странах. И мне хочется сказать, что мне очень и очень приятно, что самая эта людина тоже продолжает традиции творчества. Она действительно творчеством, митцем. И мы можем сказать, что когда мы стыкаемся с такой личностью, то наш свет становится лучше. Говорили не только о новой книге Александра Степанова. Не смогли обойти вниманием и телевизионный проект «Звездочка», который уже много лет выходит на телевидение. Мы уже скучаем. Второй год без фестиваля «Звездочка». На паромах нашей компании регулярно, каждый год проходил телевизионный фестиваль с участием талантливых деток из самых разных стран. И, конечно же, это всегда событие, это всегда очень интересно. И мы надеемся, что эти фестивали продолжатся. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках, о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали статерями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру телефона 067-559-3035. Всего доброго и до новых встреч в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного Азовского Марии 18 февраля в Одессе переменная облачность. Ветер северо-западный 9-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-6, днем 6-7 градусов тепла. Ветер северо-западный 9-17 метров в секунду.